Почему не уменьшается сопротивление? Задача будет такая. Представьте себе, что мы взяли батарейку, подвели ее к некоторой цепи, там обычная батарея, постоянно готова, здесь подоставили всевозможных проводов, у каждого провода, разумеется, есть сопротивление какое-то, в физике обычно любят, вот как адресовать сопротивление, но не важно. Важно, что здесь какая-то сложная цепь, 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 и в конце концов вот это вот сюда уходит. Отлично. А теперь внимание. А теперь внимание. Мы взяли и один из этих проводов разрезали, это значит, что сопротивление стало бесконечным. или даже не обязательно разрезали, удлинили, сделать сопротивление больше. В общем, каким-то способом одно из сопротивлений, давайте я это нарисовал, представьте себе, что в этом месте было какое-то сопротивление R, а стало сопротивление R, маленькое, меньше, чем R большое. Разумеется, в этой цепи все токи как-то при этом перераспределятся. Разумеется, в этой цепи у нас нельзя сказать, что вот были раньше какие-то токи, и просто в одном месте ток изменится. Конечно, нет. Все токи как-то пересчитаются. Интересный вопрос. Почему сопротивление всей цепи увеличится, или, по крайней мере, не уменьшится? Давайте для начала я объясню, почему сопротивление может вообще не измениться. Вот представьте себе, что цель устроена следующим образом. Здесь батарейка, а теперь смотрите, здесь у нас идут какие-то одинаковые провода, и здесь тоже идут какие-то одинаковые провода. Первое сопротивление, и здесь такое же. Не важно, какое. Второе сопротивление, и здесь такое же. Смотрите, тогда вот эти вот две точки входят в схему симметричную. И поэтому, на самом деле, между ними ток никогда не пройдет. Поэтому, хотите вы сюда, вставляете провод, хотите, какое хотите сопротивление, хотите не вставляете, от этого ничего зависит не будет. Как говорят физики, эти две точки, точки одинакового потенциала. Значит, бывает ситуация, когда, бывают ситуации, когда сопротивление изменилось, а во всей цепи сопротивления от этого не изменилось. Просто потому, что у этих двух точек был одинаковый потенциал. А вот уменьшится, в журнале «Квант» была опубликована статья «Лешко», которая так и называлась. Почему не уменьшается сопротивление? Очень советую всем, что сегодняшнюю версию послушает, обязательно прочитать эту статью, потому что она написана хорошо, понятно, и, собственно говоря, я это не буду вам сегодня рассказывать. То есть, моя цель – просто хорошо рассказать вам о том, что там написано. Значит, почему еще замечательно эта задача? Потому что во время ее решения вы столкнетесь с одной из очень привычных для физиков, но совершенно мало привычных для школьников особенностей. Оказывается, что огромное количество физических явлений происходит по так называемому экстремальному признаку. а именно вы увидите, что оказывается распределение потенциалов и токов в цепи это решение некоторой задачи на минимуме. Я, разумеется, эту функцию выпишу, разумеется, объясню, почему у этой задачи есть решение и так далее, и так далее. Вообще, для человека, который не занимается физикой, сама эта идея в первую секунду кажется очень странной. Вот давайте приведу пример. Пусть у вас есть поверхность стекла, или, не знаю, чего-нибудь, или воды, вот, и у вас луч света падает и отражается. Все помнят эту картинку, да? Вот, замечаете, под некоторым углом упал, под тем же углом отразился. Как известно, вот этот путь между вот этими двумя точками самый короткий. Что же получается? Получается, что когда свет выходит из этой точки, то он заранее соображает, особенно это замечательно, когда зеркало расположено на каком-то совершенно огромном состоянии, какой из маршрутов минимальной длины быстренько в уме решает, фатунчик, да? Задачу на минимум, находит это и летит по этой траектории. Это совершенно идиотская постановка вопроса, да? Но, тем не менее, в некотором смысле так и происходит. Когда вы будете студентами, то будете слышать такие слова, как оптимальное управление, будете решать задачи о минимизации интегралов, оказывается, что в физике все это крайне важно. Так вот, ребята, сегодня ни одного интеграла не будет. Сегодня все будет никакой даже оптики не будет. Все будет все легко. А с другой стороны, эффект, который вы увидите, будет, что называется, как у больших. То есть у нас будет неплохая функция, и мы будем считать ее объемом. Хорошо? Перед тем, как, собственно говоря, мы займемся задачей. Давайте я напомню некоторые совсем простые идеи и списки. Во-первых, в каждой точке пространства есть так называемый потенциал. Вот. Потенциал. что это такое пример? Это для электричества то же самое, что высота для... Вот смотрите, у меня сейчас кусочек белого нет. Что будет, если я его отпущу? Он упадет. И пока он падает, в принципе, будет выделяться какая-то энергия. Правильно? То есть, ну, конечно, от кусочка мелого много энергии не получишь, а вот если набрать целое озеро или реку, и она падает на какую-то существенную высоту вода, то получается гидроэлектростанция. Согласны? То есть, с одного уровня вода там на несколько десятков метров спускается вниз, при этом выделяется большое количество энергии. То есть, чтобы поднять воду на эту высоту, требуется, наоборот, затратить. Так вот, вводим некоторую единицу измерения заряда. Как называется единица измерения заряда? Кулон. Кулон, отлично. И вводим, естественно, единицу энергии. И вот у нас есть, если в некоторой точке один потенциал, если есть некоторый уровень, на котором другой потенциал, то когда электрический заряд проходит с одного уровня потенциала на другой, то при этом изменение энергии, это, производится работа, которая в точности равна произведению заряда на разность этих самых потенциалов. То есть, здесь потенциал φ1, а здесь потенциал φ2, то мы должны взять разность φ2 минус φ1 и умножить на заряд. Это понятно. Дальше. Вводим, естественно, для цепи постоянного тока такую вещь. у нас есть провод. За единицу времени какой заряд проходит через сечение этого провода? Как это называется? Сила тока. Сила тока. Совершенно верно. Итак, кроме потенциала у нас есть очень важная штука. Сила тока. А именно заряд, который за единицу времени проходит через данное сечение. замечательно. Еще что обязательно мы должны понимать. В любой цепи какой узел вы не взяли, если ток постоянный, то это значит, что все время какие-то частичные электрические приходят, электронные, и ровно столько же уходят. То есть вообще в жизни ток не всегда постоянный. Вы можете набрать где-то заряд, собрать каким-то способом в каком-то месте заряд, и после этого просто его проводом соединить, заряд стечет по этому проводу. Сначала будет большой ток, потом медленнее и медленнее все стекло. Но когда у вас есть постоянный ток, когда у вас есть батарея какая-то, то мы считаем, что по цепи все время течет, везде один по каждому поводу своей силы тока, и соответственно в любой точке верен так называемый закон Киргофа. Он звучит очень просто. Сколько втекает, столько вытекает. Абсолютно очевидное правило, потому что иначе заряд накопился в какой-то точке, и собственно беда произошла. Вообще надо понимать, что сила тока, когда протекает заряд, то если не шел по кругу, то очень быстро набрасывал большой заряд, и это почувствовалось. Так, пока все понятно? Надеюсь, да? Замечательно. Теперь мы должны ввести обозначение и каким-то разумным способом записать вот эту задачу. Значит, ребята, смотрите, что у нас фактически есть? у нас есть батарея картина, которая выделяет в нашей электрической цепи две точки, а именно вот эту точку и вот эту. Разумно? Разумно. Давайте сделаем так, давайте вот эту точку обозначим номер ноль, а эту точку давайте обозначим номер н. Ну и естественно в произвольном порядке проманируем остальные вершины. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот это. Вот, замечательно, замечательно, пронумеровали. Теперь, мы должны понимать, что, разумеется, есть какой-то потенциал. в каждой точке у нас существует потенциал. Согласны? Согласны? Отлично. Так давайте обозначим. Вот они наши потенциалы. Фи, любое, фи, первое, фи, второе, и так далее, фи, что такое напряжение на этой батареи. Понятно, что напряжение это есть, это фи, эн, минус, фи, отлично. Теперь давайте думать дальше. Какой закон управляет, какой самый главный есть закон для сопрепостоянного дома? Закон Ома. Закон Ома. Отлично. Как звучит этот самый закон Ома? И это сила только чему равна разность потенциалов, деленная на сопротивление. Деленная на сопротивление. Ребята, на всякий случай очень-то важно, является ли закон Ома каким-то законом, нуждающимся в доказательстве? Как вы думаете? Нет. Почему нет? Потому что мы так придумали. Потому что ленинная функция самая простая. Каждый закон имеет в себе свое предназначение, что каждый закон будет проверяться. Я понимаю, проверяться. А вот как вы думаете, почему для математики более-менее понятно, что такой закон будет? Ответ очень простой. Ребята, смотрите, у нас когда есть рон, то есть собственно говоря две величины. Это сила тока и разность потенциалов. Правильно? Замечательно. А теперь вопрос. Как проще всего могут быть связаны между собой какие-то две величины? Какая закономерность самая простая в природе? Прямая функциональность? Совершенно верно. И вот это и есть тот самый коэффициент функциональности. Единицу деленную на R называют обычно проводимостью. То есть сила тока это проводимость умноженная на напряжение. господа разумеется если вы начнете делать эксперименты настоящие то вы обнаружите что закон Ома чаще всего конечно несправедлив. Потому что когда вы прикладываете очень большое напряжение то вдруг у вас просто все сгорает на вас. Понимаете? Вот. Более того бывают удивительные приборчики так называемые полупроводники слышали? У которых никакого такого закона нет. И если вы чуть-чуть больше занимаетесь физикой то вы вдруг обнаружите такую вещь. У такого физического прибора его вольт-амперная характеристика выглядит там как показано на рисунке в таком-то. Вольт-амперная характеристика в простейшем случае это и называется законом ОМА. Как только прибор становится чуть-чуть более сложным то вместо закона ОМА вы получаете что-то другое. Как только токи становятся большими законом ОМА разумеется не выполняется. Но что называется в простых ситуациях когда ток не слишком большой когда у вас прохождение тока температура провода не меняется и так далее. в нормальных условиях у вас конечно есть просто сила тока одна величина и разность потенциалов другая величина. И естественно что две величины проще всего связаны именно прямой пропорциональности. Замечательно. Значит вы заметили что я уже ввел его значение между любыми двумя точками между любыми двумя точками у вас есть какое-то сопротивление оно зависит только от номеров этих узлов и разумеется я считаю что сопротивление в одну сторону такое же как сопротивление в другую. То есть я рассматриваю сопротивление а не какие-то более сложные элементы где это было бы не так. Так вот сопротивление обладает симметричностью и у меня есть вот тот самый закон а именно ток который идет из точки К в точку М получается очень просто надо просто напросто взять так единственная проблема что вы читать что из чего вы читать вообще принцип у них такой источки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом должно течь правильно а какая разница там уже может написать форму чтобы потом действительно правильно говорить в принципе можно потом все токи направления поменять на обратно одновременно но я хочу сейчас написать один раз чтобы это более-менее всех морально устраивало значит итак надо взять потенциал который в точке К вычесть потенциал который в точке М и разделить это на сопротивление РК вот вот такой ток из точки К в точке М для любых двух узлов вы правда скажете что здесь некоторые узлы у меня вообще не соединены ну господа тогда давайте считать что в таком случае Р бесконечность и считать что если вы что-то поделили на бесконечность то у вас сразу получился мор у вас сила тока это есть разность потенциалов деленная на сопротивление или можно в формулах которые я дальше буду писать просто считать что когда провода нет то соответствующего слагаемого просто-напросто автоматически вообще нет отлично теперь давайте запишем как выглядят законы Киргов для любой точки в нее втекать должно ровно столько же сколько из нее должно вытекать ну разумеется это должно быть верно для всех точек кроме нуля и н поскольку я на этот ток вообще не особо хочу обращать сейчас внимание хотя в принципе можно наоборот считать что тут есть некий опытный топ и который течет через бетанин да и так давайте все-таки запишем это для всех точек от единицы до н-1 и так пишем для любого К разъезжающего множества от единицы до н-1 до любого внутреннего узла должен выполняться такой естественный закон сумма втекающих токов должна равняться сумме токов вытекающих так теперь давайте поймем из каких точек в точку К вообще что-то может втекать так вы думаете вот у вас есть узел у вас есть какой-то узел и как нам с вами написать как нам с вами написать что что в этот узел втекает столько же сколько вытекает вот я вроде бы и умно написал а на самом деле можно написать еще понятнее ребята принцип здесь очень простой втекающие и вытекающие это замечательно втекающие и вытекающие замечательно разбирать когда вы реально рисуете схему и более менее понимаете в каком направлении там течет ток если вы просто написали какие-то потенциалы то вот такая разность запросто может ребята оказаться отрицательной вы же не знаете что больше другого и поэтому для любой точки когда мы пишем такие выражения и проходим по всем вершинам на самом деле часть из этих выражений может запросто оказаться положительной там какие-то могут нулями часть могут оказаться отрицательной значит даже так хитро как я написал не нужно а надо написать что это у нас ноль теперь вопрос сумма по каким вершинам ну понятно по всем тут даже К входит просто из вершины в саму себя сила только у нас по определению равна нулю поэтому вот итак вот это есть закон Хергофа для данной точки К отлично кстати давайте подумаем если для каждой точки от 1 до 1 минус 1 такой закон верен что будет когда мы это просуммируем по всем вершинам по всем 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 вершинам а будет очень просто когда вы берете по этой вершине и когда вы берете по этой вершине то ток который здесь течет один раз берется с плюсом один раз с нуля останутся только те токи которые выходят из нуля и те токи которые входят в n то что мы суммировали нули мы же по каждой вершине суммировали а в каждой вершине сумма была равна нулю то что мы суммировали нули означает на самом деле что то что выходит из нуля плюс то что входит в n это будет ноль но проще Токи, которые выходят отсюда, в точности равны в сумме тем, которые входят сюда. Ну, это понятно. Электрическая цепь никуда не девает электроны. Действительно, сколько сюда вошло тока, сколько сюда должно отсюда выйти. Пока все хорошо. А вот теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, как доказать, что такая система уравнений... Кстати, давайте поймем, сколько здесь уравнений? Сколько штук? Очевидно, это минус 1, правда? Как доказать, что такая система уравнений пренепременно имеет и единственное причем решение? Так, кстати, интересный вопрос. А что такое переменные, неизвестные в этой системе уравнений? Это что за числа? Давайте эту систему мы с вами запишем чуть-чуть по-другому при помощи вот этой формулы. Тогда, может быть, станет понятно. Давайте я сотру этот ноль. В том смысле, что, конечно, это ноль. Это условно. Но здесь я силу тока напишу по закону Ома. Значит, итак, это у меня будет фи-мная минус фи-хатая, деленная на р ка-мная, сумма по 7 ка-м. Давайте поймемся. Вот эти вот р-ки – это характеристика цепи. То есть это какие-то положительные числа или бесконечности. Бесконечности – это значит, что соответствующего слагаемого просто в сумме вообще нет. Отлично. Это какие-то коэффициенты системы имейных уравнений. Что такое неизвестное? А вот эти вот фи. Смотрите. Фи-1 и так далее. Фи-1, Фи-2, Фи-1, 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 Фи-1. Это неизвестное, которое мы ищем. У любого провода есть не нулевое сопротивление. Другое дело. Если провода нет, то это сопротивление мы считаем бесконечным. Но если провод нарисован, то у него есть вполне конкретное. Вообще, ребята, когда провод становится нулевого сопротивления, все знают, что это такое. А? Это короткое замыкание называется, да. Мы считаем, что у нас никаких коротких замыканий с цепей нет. То есть нулём, вообще на ноль никакие взять. Это не все помним. Так. Пока всё понятно? У нас есть, во-первых, такое понимание, что все потенциалы на самом деле можно изменить на одну и ту же величину. Скажем, все увеличатся на одну и ту же величину. Или все уменьшатся на одну и ту же величину. И при этом с такими разностями ничего не произойдёт. Согласны? Можно считать, что у вас, например, филулевое равно нулю. Вообще, в физике всегда от какого уровня считать потенциал не имеет ни малейшего значения. Важны только разности потенциалов. Вот здесь вот в законе была разность потенциалов. Поэтому все потенциалы увеличатся на сколько-то или все потенциалы уменьшатся на сколько-то. Совершенно не важно. И вот. И ещё. Почему я считаю, что фи-н это тоже некоторая данная изначальная величина? А очень просто. Потому что это зависит от батареи. Фи-н минус фи-н любое, это как раз и есть характеристика батарейки. Разность потенциалов, которые она создаёт. Соответственно, если у меня батарейка будет в нескольких раз лучше, она будет создавать разность потенциалов, там не такую, там в 20 раз больше, просто все разности потенциалов увеличатся в те самые 20 раз. Значит, если я решу задачу для некоторого конкретного значения фи-н, ну естественно, отличного от фи-нулевого. Так, кстати, все понимают, что когда фи-н равно фи-нулевого? Это когда батарейки фактически нет. И только тогда что? Тоже что? Тоже фактически нет. Отлично. Так вот, я считаю, что у меня фи-нулевое и фи-н даны. Это не менее известное. Ну естественно, все репки, я уже говорил, тоже даны. Отлично. Вот я сейчас должен вам доказать первую теорему сегодняшнего нашего занятия. Я считаю, что эта система уравнений имеет причем единственное решение. Значит, ребята, это очень, на самом деле, простая, но очень важная теорема. Она объясняет, что когда вы взяли электрическую цепь, то токи там распределяются не так, как им захотелось, это не зависит ни от каких случайных величин. А для любой конкретной электрической цепи распределение потенциалов и токов жестко определено разностью потенциалов на этих двух точках. Все. Знаете разность потенциалов, значит вы знаете разность потенциалов между любыми двумя точками и знаете токи по всем проводам. Доказательство этой теоремы очень простое, но очень поучительное. Когда вы будете студентами, то его вам будут рассказывать, употребляя красивую фамилию Вред Голин. Вообще это тематика. И, соответственно, он, правда, занимался такого рода уравнениями не с несколькими неизвестными, а в бесконечно мерных пространствах в гораздо более сложном случае. Так вот, есть такая альтернатива Фрид Голин. А именно, если у вас есть система из n-1 уравнения с n-1 неизвестной, то либо у вас при любых начальных данных, есть причем единственное решение, либо же, когда вы вместо начальных данных пишите нули, у вас у такой системы есть нетривиальное решение. Так, поскольку сейчас никто ничего не понял, давайте я объясню это второй раз уже понятно. Значит, итак, во-первых, что такое, в принципе, система линейных уравнений? Очень просто. Вы здесь можете собрать Фи-1 с каким-то коэффициентом, потом собрать Фи-2 с каким-то коэффициентом, Фи-3 с каким-то коэффициентом и так далее. А Фи-0 и Фи-1 отправить в правую часть, напишите, чему это равно. В результате вы получите уравнение примерно такого типа. У вас будет какой-то коэффициент, я вам буду даже выписать, но неинтересно сейчас, умножить на Фи-1 плюс какой-то коэффициент умножить на Фи-2 плюс и так далее, плюс какой-то коэффициент умноженный на Фи-1 и это будет равно какому-то там числу. Это в первом узле. А, первое, первое, потом первое, второе, первое, первое, N-1. А, потому что у меня сейчас строчек будет много. Строчек будет много. Это я написал для первого узла. У меня цель состоит из N-1 узлов. Для каждого свое уравнение. Значит, я автоматически пишу сюда, это для первого узла. Какая-то штука будет для второго узла. Идея понятна? Вот, и так далее. Дальше, A2, N-1, Фи, N-1. И так далее, и так далее. И в конце будет N-1. Я могу, конечно, написать это для меньшего количества, но надеюсь, что вы и так более-менее понимаете. Вот, вот она система уравнена. Значит, в нее входят неизвестные, Фи-1, Фи-2, Фи-1. А вот эти вот бэшки, они получились из чисел Фи-0 и Фи-0. Все понятно? Все понятно. Это какие-то числа. Ребята, разумеется, выписывать в явном виде коэффициенты, это было бы сейчас совершенно ужасно. А уж попытка непосредственно решить эту систему, это было бы совсем тяжело. Потому что, ну как там, действительно, все это... Но! Давайте я просто порассуждаю, как, в принципе, люди решают систему управления. Как вообще люди решают систему управления. Есть так называемый метод Гаусса последовательного исключения неизвестного. Давайте вспоминать, в чем он состоит. Когда вам дали любую такую систему, вы приспокойно смотрите, при Фи-1 есть хоть какой-нибудь ненулевой коэффициент. Ну хорошо, при Фи-1 все нулевые, может быть и так, может быть и так. Где-нибудь вообще здесь есть ненулевой коэффициент? Ну предположим, что есть, хорошо? Мы сейчас говорим про общую систему. Замечательно. Взяли каком-нибудь ненулевой коэффициент. Переставили столбцы, чтобы он оказался в первом столбце. Переставили строчки, чтобы он оказался в первой строке. Все. Вот этот коэффициент стал каким? Ненулевым. Ненулевым. А дальше делаем простую вещь. Делим это уравнение на этот коэффициент. И он стал равен чему? Единице. После этого, раз он стал равен единице. А теперь простая вещь. Умножаем все это уравнение на тот коэффициент, который в этот момент оказался здесь. И вычитаем верхнюю строчку отсюда. Понимаете, да? Вот представьте себе. У вас получилось уравнение такое. Скажем, φ1 плюс 5, φ2 плюс еще что-нибудь. А внизу написано 3, φ1 плюс φ2 плюс что-нибудь. Вы берете верхнюю строчку, умножаете на 3, вычитаете. Тогда здесь эта точка просто осталась. А здесь стало 0. А здесь минус 14 и так далее. Понятно? Так вы сделали этот коэффициент. Точно так же вы делаете нулевую. Следующий коэффициент, следующий, следующий. Ребята, уже произошло следующее. Вот все вот эти коэффициенты стали нулями. А этот коэффициент стал чем? Единицей. А вот это у нас получилась система меньшего размера. Понимаете, что я дальше сделаю? Я поищу, нет ли здесь ни нулевого коэффициента. Перестану строить эти столбцы и разделю и истреблю. И постепенно, постепенно система уравнений приобретет так называемый ступенчатый вид. То есть, смотрите, что единица, под ней все нули. Потом единица все нули. Единица все нули. И так далее. Так вот. А дальше два варианта. Или такая деятельность приведет нас к тому, что в конце концов просто по диагонали окажутся все единицы. А здесь какие-то числа. Не знаю, какие вот числа какие-то. Вот. Это одна ситуация. А другая ситуация. По диагонали единицы-единицы. А в некоторый момент, помните, я там все время искал не нулевое число. А в некоторый момент оно взялось и что? Нашлось. И не нашлось. И все эти коэффициенты стали нулями. И вот эти все нули, и вот эти все нули, и вот эти все нули. А здесь непонятно что. Замечательно. Вот это два случая. Это и есть та самая альтернатива. Так вот, ребята. В первом случае. Какие бы числа здесь не оказались, Вы преспокойненько, причем единственным образом, определяете значение всех наших неизвестных. Объясняю так. Снизу вверх. Вот в нижнее уравнение входит только последнее неизвестное. Так, если походу последнее, вы понимаете, что я перенюмировал неизвестное походу дело, да? Помните? Я переставлял столкцы. Вы знаете, перенумерация неизвестная. Так вот, в нижнее уравнение входит последнее неизвестное дело. Значит, из нижнего уравнения ее можно найти. Если вы нашли уже эту минус первую неизвестную, то вот это число у вас известно, это вот число известно, и, значит, можно найти какую? Предыдущую. Предыдущую. Когда вы нашли предыдущую, вы после этого что находите? Предпредыдущую и так далее, и так далее, и доходите до самой первой. Вот это ситуация, когда любому набор исходных данных соответствует причем единственное решение системы. Все понятно? Замечательно. Теперь смотрим на вот эту ситуацию. Ребята, представьте себе, что в какой-то момент у вас вот эти вот все неизвестные оказались нулевыми. Я утверждаю, что, к сожалению, тогда не любому начальному набору данных соответствует решение. Объясняю почему. Если у вас здесь случайно окажется какое-нибудь ненулевое число, то очень затруднительно, когда у вас здесь все коэффициенты нулевые, а здесь ненулевое число, очень затруднительно его получить. Согласны? Значит, в этом случае нелюбому набору исходных данных соответствует какие-то наборы значения неизвестных. Понимаете? Но в таком случае срабатывает та самая альтернатива, о которой я вам говорил. В таком случае можно указать полностью нулевой набор данных. Вот здесь поставить везде нули и подобрать ненулевые переменные, при которых система выполняется. Объясняю, как это очень легко делается. Вы просто берете вот эти последние неизвестные и пишете вместо них абсолютно любые числа. Понятно, что при этом с последним уравнением все будет хорошо, потому что коэффициенты у них все равно нулевые. После того, как вы их написали, вы высчитываете вот это число. Эти неизвестные положили совершенно любые числа. После этого говорим, что последний уравнение будет выполнено просто потому что все коэффициенты нулевые. Вычисляем то, что при этих неизвестных получится. Вот здесь какие-то коэффициенты. Вычисляем. И вот эту неизвестную полагаем равный минус полученного числа. Тогда это уравнение будет выполняться. Здесь будет 0. После этого полученные числа подставляем сюда. Вычисляем то, что здесь получится. И эту неизвестную равный с минусами. И так идем вверх, по одной вычисляем. И находим эти, вот это называется свободные неизвестные, а это неизвестные, которые через них выражаются. То есть, здесь можно их взять ненулевыми числами, и набор такой будет, а значения будут все нулями. Так вот, что такое альтернатива, поняли? Либо для любого набора исходных значений есть единственное решение, либо для нулевого набора исходных значений у вас будет ненулевое решение. Так вот, вопрос. Наша система, вот эта система, она такая или такая? Какой из этих двух случаев выбор? Ну, один из способов, это просто ее решение. Разумеется, я это не могу, потому что я очень быстро запрету все это сопротивление, и, разумеется, я не смогу понять, что же там на самом деле. Но! Я могу очень легко объяснить, почему вот эта ситуация, в принципе, не может быть выполнена. Для того, чтобы вам было понятнее, давайте я расскажу задачу, на самом деле, о том же самом, только ее обычно люди гораздо легче понимают. Представьте себе, что у вас в строчку написаны числа, при этом самое левое и самое правое это ноль, а каждое число это среднее альфметическое своих соседей. Докажите, что на самом деле все числа равны ныне. Повторяю, написано слева число ноль, потом идут какие-то числа а, б, ц, д, е, ф, ж, и потом опять ноль. Известно, что выполняются такие уравнения. А это ноль плюс б пополам, б это а плюс с пополам, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, g это f плюс ноль пополам. Докажите, что на самом деле эта система имеет единственное решение, а именно тогда все неизвестные это просто выручки. Да, пожалуйста. Значит, первое отрицательное, тогда второе отрицательное уменьшит ноль. Абсолютно верно. Если у нас есть в какой-то момент отрицательное число, представьте себе, что, скажем, число а, ну если а ноль, то это, да, скажем, то неинтересно, а если отрицательное, то тогда b будет тоже отрицательное. Идея вы понимаете, да? Ну, впрочем, тогда непонятно, какой будет c, и надо реально высчитывать. То есть то, что нам сейчас сказали, в некотором смысле заставляет нас практически решать эту систему. Решать ее несложно, поэтому это все можно сделать. Но есть способ сказать примерно то же самое, когда решать ничего не придется. Дай. Рассмотрим максимальное число. Конечно. Рассмотрим самое большое из всех написанных чисел. Ребята, если какое-то число, самое большое, и оно равно среднему архиведическому своих двух соседей, то эти соседи обязаны быть такой же величины. Понимаете, где я? Вот. Значит, если вы рассматриваете самое большое, то вы вдруг обнаруживаете, что соседи у него такие же, а дальше соседи такие же, такие же, такие же, и они все оказываются равными этому самому большому числу. То есть самое большое – это ноль. Ну, а может быть, там были отрицательные числа? Надо рассмотреть самое маленькое. Все понятно? Господа, рассмотрели самое маленькое, тогда вокруг него должно быть понятно, да? Меньшее, ну, значит, единственный вариант, что такие же, как и оно, и получите самое маленькое нужное. Отлично. Кстати, иногда ту же самую задачу любят формулировать так. Не, когда числа написаны в строчку, а когда числа написаны в следующем замечательном образе. Вот представьте себе, что у вас есть какая-то штучка, состоящая из клеточек. Я не буду рисовать в точности все клеточки. Ну, на клеточке в моне видена такая фигура. Представили? Отлично. И представьте себе, что вот здесь вот написали какие-то числа. Числа, 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 числа. Во всех клеточках будет границ. А теперь задача. Можно ли в каждую внутреннюю клетку, ну и граничную тоже, написать число, чтобы для каждой клетки выполнялось бы такое правило. Написано в этой клетке число, это есть среднее арифметическое вот этих чисел. Ну, соответственно, для этой клетки это среднее арифметическое вот этих двух, а также вот этих двух. А эти числа у нас, конечно, написано. Понятно? И вот, какая физическая модель? У вас есть какое-то тело, которое помещено в среду известной температуры. То есть, на границе температура известна, и, соответственно, вы интересуетесь, а в этом теле как с температурой? Ребята, когда станете студентами, вы будете проходить замечательную штуку. Называется уравнение математической физики. Вот это уравнение настолько замечательное, настолько великое, что у него даже есть специальное название. Уравнение теплопроводности. И вы будете это дифференциальное уравнение решать, разбирать. В общем, там целое наушно. Целое наушно совершенно замечательно. А вот теперь давайте я объясню, почему распределение температуры в этом самом куске однозначно определяется вот этим. Ребята, то же самое. Представьте себе, почему распределение температуры однозначно определяется ограниченными условиями. Представьте себе, что было бы два разных. Тогда мы бы взяли, в каждой точке взяли бы разность этих самых температур. Тогда на границе, если числа мы считаем, его получаются везде нули, получились бы везде нули. И условие, что среднее архимедическое, оно бы осталось. Потому что если у вас есть числа, вот это среднее архимедическое этих, и другие числа, там везде взяли разность, то все хорошо, условия линейного. И вот, соответственно, вы получили бы, что каждый из чисел среднее архимедическое соседей, а вдоль границы везде нули. И как доказать, что на самом деле везде все нули? А то же самое. Возьмите наибольшее из чисел. Поняли? Тогда у него соседи, они обязаны быть меньше или равны, а он среднее архимедическое. Значит, на самом деле все равны. И получается, что они все равны. Значит, все нули. Наибольшее. Ну и соответственно, потом возьмите наименьшее. Все понятно? Все. То есть вот на самом деле обсуждениями, которые я вам сказал, я сейчас не буду это подробно рассказывать, но вот обсуждениями, которые я вам сказал, это система линейного сравнения. И так, как я вам сейчас сказал про объяснение, про максимум и так далее, можно доказать, что распределение температуры, оно однозначно определяется. Вот. Отлично. Отлично. Сейчас, прослушав эти две истории про линейное, когда среднее альфметическое и про вот эту плоскую задачу. Давайте вернемся к нашим потенциалам и поймем. Почему? Если вдруг начальные условия нули, а, кстати, все-таки начальные условия нулевые, это просто означает, что фен и феноль это одно и то же. Если вдруг разность потенциалов нулевая, почему в таком случае во всех точках нашей цепи потенциал будет тот же самый, что и на входе и на выходе. То есть тот самый фенолевый. Решение ровно такое же, как сейчас уже послечало. Рассмотрим, что? Самый большой, ну и, соответственно, существование самого большого очевидно противоречит вот этому закону. Ребята, посмотрите, пожалуйста, представьте, что в точке номер К потенциал является самым большим. Скажите, пожалуйста, здесь фикатое больше, чем фемное. Какой знак у этого числа? Сотень. Минус. Значит, если у вас есть самый большой потенциал, это что означает? Это означает, что токи из этой точки все направлены в одну сторону. Понимаете, что это означает? Все слагаемые одного знака. Может в таком случае сумма быть нулём? Нет. На самом деле, когда у вас есть потенциал, всегда, что называется, рядом должны быть точки с большим потенциалом и с меньшим. Для того, чтобы ток тёк. Замечательно. Значит, наибольший. Соответственно, если наименьший. Если фикатое меньше фемного, фикатое самое маленькое из всех чисел. Тоже помню, да? Потому что тогда это число будет наоборот положено. Поняли? Значит, в любом решении у вас наличие максимального числа просто даст противоречие. Дело в том, что это был абсолютно принципиальный момент сегодняшнего занятия, потому что мы вдруг поняли, почему, когда мы подключали батарею, почему не происходит что-нибудь такое простое. Казалось бы, в одном случае подключил батарею, одно должно происходить, в другом случае другое, так как у того, у них плана судьба сложится. А мы только что доказали, что в любом случае распределение токов и потенциалов, что однозначно определено разностью вот этих фенольб и эфен. Однозначно одно величины фенолевое и эфен. Отлично. Первый кусок лекции закончился.